Ежедневно по два часа мастер спорта международного класса Татьяна Егорова тратит на тренировки. Это ее работа – готовить будущих чемпионов легкой атлетики. Призер Всемирной летней Олимпиады в спорте уже 20 лет. С 2014 года в качестве тренера. Сегодня под ее руководством растут и развиваются 23 профессиональных спортсмена. К каждому спортсмену подход индивидуальный. Кому-то кнут и пряник помогает, а кому-то наоборот выбивает из колеи. Поэтому каждому спортсмену, каждому ребеночку индивидуальный подход. Среди воспитанников и родной сын Никита. В легкой атлетике 18-летний парень последние три года. За плечами 7 лет в дзюдо. А теперь решил пойти по стопам мамы. Недавно парень выполнил норматив мастера спорта, пробежав дистанцию 800 метров за 1 минуту 50 секунд. Это, конечно, тоже повлияло свою роль. Но все равно как-то я сам выбрал легкую атлетику. Я занимался до этого 7 лет дзюдо. Мне очень нравилось, но в один момент решил попробовать сначала. И мне понравилось. Вот я и остался. Это очень зрелищно. В спорте, кто понимает, они такие дистанции, как раз, как у меня, 800 метров. Она одна из самых зрелищных. Интересно смотреть. Сегодня Никита пришел на тренировку со своей сестрой Настей. Самая младшая из семьи Егоровых занимается художественной гимнастикой. Но иногда тренируется с мамой и братом. Татьяна и Никита в спортивном манеже стараются соблюдать сабординацию. Они тренеры подопечные. Для меня это не тяжело. Да, я тоже боялась вот этого момента. Но я изначально поставила себя так, что мы на тренировке чужие люди. Мы тренер и ученик. Но я все равно как бы даже на тренировках зову ее маму. Как бы для меня это нормально, я считаю, все говорят, типа она относится как тренер. Но я как бы все равно чувствую эту грань. Слушаю, все делаю. И получается. А вот переступая порог дома, они уже мама и сын. Но часто обсуждают дела легкоатлетические в домашней обстановке. Без этого никуда. Егоровы самая настоящая спортивная семья. Глава семейства не отстал от домочадцев Сергей. Бывший военный и кандидат в мастера спорта. Сама Татьяна признается, дом – место отдыха. Помимо тренера, она еще жена, мама, а также хозяйка двух собак и кота. Поэтому домашние дела никто не отменял. Домашние дела вообще занимают по времени. Ой, по времени. Хватает вас? Не хватает меня. Как истинная женщина не забывает и про себя. Естественно, ухоженный вид. Ухоженная чистая голова, руки, лицо. Конечно, любая женщина стремится к этому. К фигуре. Пусть не к идеальной, все равно с возрастом. Мы понимаем, что фигура нам все равно немножечко меняется. Поэтому, ну, стремлюсь. Ну, вам-то на фигуре, мне кажется, грех жалуются. Стремлюсь. У меня к себе претензии все равно есть. Мастер спорта международного класса любит коллекционировать куклы и статуэтки. Ну и, конечно, получает знаки внимания от любимого мужчины. Сергей уже во всеоружии. Грядет 8 марта. С утра цветочки, как положено. Ну, а подарочки сами что захотят. Как бы не стараясь отказывать, не отказывая ни в чем. Создаете такой праздник, да? Все равно. Ну, как же без этого? Раз в год можно попал. Рука об руку Чита Егоровых идет уже 25 лет. Помнит, словно вчера и день первой встречи на стадионе. И начали тренироваться у одного тренера. Ну, соответственно, она пришла на тренировку, я пришел на тренировку на стадион. Ну, так и встретили. Любовь с первого взгляда. Ну, может быть, нет. Ну, да, с моей стороны. А с нее там еще далековато было, да. До любви-то с первого взгляда. За чашкой чая Татьяна вспомнила и первые шаги в спорте. Все началось с урока физкультуры в пятом классе. Первая победа – школьный кросс. Я была такая лентяйка, если честно. И в плане того, что меня не интересовал пока этот вид спорта, я приходила все время, говорю, у меня так колет сердце. Он говорит, ну, посиди на скамеечке. Но сердце я брала с другой стороны. И он до сих пор это вспоминает. Говорит, это надо же так колет сердце. И с правой стороны ты держишь. Для Егоровых воскресенье – выходной день. Они стараются провести его вместе. А когда тепло, едут на дачу или в гости – поесть шашлык. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.